друзья всем привет сегодня мы находимся опять на объекте мастер по электромонтажу максиму максима так сегодня у нас такой вопрос стоит как правильно сделать подключение в электро коробки распайчены тут коробочки уже у нас стоят но одна комната у нас на две коробки осталось специально для того чтобы снять вот небольшой видеоматериал про то как правильно это делать кстати еще один такой вопрос которыми задал подписчик этот насколько герметично термоусадка а если просто обычно но если обычная пластика это она просто поверхностно как изоленты залива но если у родить его бассейн она может какой-то как себя проявить но если я просто влажно намочить я думаю ничего страшного этого не будет будет будем считать что не будет будем считать так ладно так сегодня в общем у нас вот эти две распаечной коробки сегодня мы будем вот этим вот аппаратом сварочным сваривать как это будет происходить уже будет дальше в этом видео так на данный момент нас интересует каким образом нужно будет сварить эти вот провода с помощью сварочного аппарата рессанта 190 и сила тока у нас стоит где-то на отметке 50 ампер так значит у нас обычный держак сварочный и на массу мы ставим вот такой вот графитовый электрод с помощью которого будет производиться сварка так обратите внимание сколько проводов здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать скруток и вот эти один скруток должны уместиться в этой одной распаечной коробки у нас на объекте еще присутствует стремянка так опять мы не соблюдаем технику безопасности да ну хотя вот перчатка для до тех пор пока тут не образуются капельками кончики до конца из куточки побольше ампер до конца из куточки endy морозостойкая не горит до 5000 вольт что лучше использовать термоусадка изолента по сути разница вообще нет термоусадку если использовать то используют лучше клеевую ну по сути изолента у нас это и есть типы термоусадка все то же самое только с термоусадкой видишь ты кладаешь фен потом надо ее греть какая-то определенная технология есть наматывание изолентой я обычно 3-4 слоя наматом для чего так много одна распаечная коробка изолируем аккуратненько и Субтитры сделал DimaTorzok Работа по монтажу практически завершена. Чуть позже мы сделаем обзор всего этого великолепия. Лампочки повешу, пока порядок выйдет. Ну а пока вот как-то так. Маркировка для электромонтажных работ в квартире или доме. Том 1. Тут все в принципе есть выключатели. Одноклавишный, двухклавишный переключатель. Это у тебя получается, ты покупаешь вот такое готовое изделие, вот эту книжку, да? Ну это мне подарили. А, подарили. Ну ладно, покупаешь, скажем. И вот эти все вот. Да, это короче, я потом вот эти все кабеля, я их маркирую. А, все понятно. То есть это маркировка для вот этих кабелей. То, что если придет электрик, который не ты... Ну даже если я сюда приду, я сюда могу прийти через год, через два. И чтобы мне потом не вспоминать, что это кабель, за что, какую функцию он несет. Ну, условно говоря, мы вот маркируем. Все понятно. Вот таким вот образом. Вот так берем. То есть мы знаем, что это за кабель. Да, это у нас переключатель. Маркировку. Это у нас переключатель. Все. Она не стирается, воды не боится. Поэтому... Отклеить его практически невозможно. Ну, отклеивать никто не будет, во-первых. Все. Теперь мы и другие люди, которые здесь будут работать, они будут понимать, что это переключатель. Одна клавиша. Все. Соответственно, здесь вот по кухне, в принципе, тоже самое нужно пойти сейчас. Угу. Доброцарь. Ну, условно говоря, это на... Посудомойная. Посудомойка у нас. Ищем. Посудомойку. Розетки, мойка, мойка. Посудомоечная машина вот. Вот она, да. Делем таким же макаром. Обрезать не будем, он у нас сейчас запитан. Да. Посудомойка работает. А если, допустим, у тебя этой маркировки уже нет? Ты подписываешь ее маркером? Да. Я думал, розетки ты подписывать смысла нету, да? Ну, я тоже да, но что нет смысла подписывать. Розетка, она везде розетка. Вот только просто определенный какой-то питатель, потребитель, он уже должен иметь свое название. Холодильник так высоко? Ну, питание, да, ну, да. Я так понимаю, что здесь будет стоять холодильник. Ну, я понял, но в первый раз я вижу, что в розетке холодильника доходилось так высоко. Вопросы, питание сверху холодильника будет. Ага. Не за холодильником, а за холодильником. Это удобнее, на самом деле, чем потом тебе это двигать холодильник, отключать его. А так у тебя воздух, пожалуйста, всегда свободен. По сути, да, но я не знаю людей, которые постоянно отключают холодильник из розетки. Ну, поэтому я делаю линию отдельно на холодильнике. Ну, да. И если вдруг надо отключить, мы можем просто отключить автомат. Почему отдельно еще делаю? Потому что я использую такую функцию, как мастер-выключатель. Когда мы отключаем полностью питание, у нас остаются такие потребители, как холодильник, котел, бай-пай, водонагреватель, стиральная машина, кондиционер. Они у нас остаются работать. А, все остальные линии, они отключаются. Клавиша общего отключения. Она может находиться здесь. Сечение провода какое? А тут разницы нету, она никакой функции нагрузки не несет. Единственное, просто через нее идет питание на клавишу, и питание возвращается сюда на катушку. Она питает катушку и все. Это вот сам контактор, который дает питание на вот эти все группы. Может, мы отдельно об этом расскажем? Давай, давай, тогда сейчас все запустим. Так, вот все. Ну, все тогда, пока. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok